Продолжение следует... Дзюдоистка и санвистка сегодня реализует свой талант в тренерской деятельности, открыв свой клуб единоборств в городе Москва. Давайте смотреть. Уважаемые зрители, сегодня мы снимаем репортаж в клубе единоборств Анастасии Поликарповой. И вначале, конечно же, мне бы хотелось поговорить с одной женщиной, которую мы здесь встретили. Это мама Анастасии. И давайте вначале мы узнаем, как зовут маму Анастасии. Ольга, добрый день. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Клуб единоборств Анастасии Поликарповой называется «Волк». Такое название кто придумал? Все, 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 все делается, все делается, все, все само. Я только поддерживаю вас. А вообще, вот джудо, единоборство, самбо и девочка, точнее, ваша дочка, почему вы вдруг спокойно отпустили вашу дочку в единоборство? Вы знаете, в детстве она меня пугала порой своей энергией. На месте не сидела, стишки, допустим, как на гору, как вверху, вот так все, вот так, вот так. Я думала, надо куда-то ее давать. Я не знала про самбо, джудо, я вообще не знаю, что все. Ну что, пошла в школу, потом приходит, хочу попробовать. Самбо есть, какая джудо есть такое. Иду сходим, и все, и затянули, и затянули, и все, все соревнования. Мы с ней вместе, мы здесь с мужем, поддерживаем ее, смотрю, не получается это все. И все, и так же, и все, и все. Никогда не боялись, что что-то как-то упадет, коленку ушибет? Ну, как-то не задумывалась я об этом. Она шустренькая такая была с детства, она и без этого падала. А кто-то, вы занимались раньше чем-то таким, папа занимался? Нет, у нас все по школе, я баскетболистер, у нас боксер, чисто у нас так вот. Ну, бокс это тоже. Это был хорошо, был в школе боксером, а потом, все, в школах закончили, учеба, работа, там и до этого было, и все. И вот, я вообще хотела, чтобы она занималась музыкой. Я и в шоссейском музыке, чтобы она ходила. Я и в него, и они накопили огромное веселье с мужем, затаскивали на кредит, там же. Садились на и дзюдо, и школа, и музыка, плавание. Я говорю, что для ребенка тяжело, для ребенка тяжело было в школе, и все, и она обидеть, она хотела дзюдо, и музыку, она как бы не хотела. А потом она сказала, что я когда выбор поставил, выбирали бы музыку, дзюдо, и она говорит, что ты не видишь здесь, я как бы выбираю дзюдо. Я говорю, да у меня облегчение будет, что хоть что-то, к чему-то, к одному. Ну, как вы думаете, дзюдо дало Анастасии раскрыть свои таланты? Да, конечно, конечно. И, как видите, сейчас столько, столько много людей, столько всего, и дисциплины, и сразу, и все, все, вообще другого человека. Вообще, ребенок другой стал, поменялся. Бешка у тебя остается, соответственно, сюда. Да, довольно, в принципе, да. А потом бешка, вот сюда, прыг, столб, сдох, а по кладье. Это ее. И продолжай. Ну, вот вы говорите, это ее, то есть, в принципе, не всем девочкам дзюдо подходит, или все-таки дзюдо можно заниматься всем девочкам? Это зависит, я вот всегда всем говорю, это зависит от родителей. Мы с мужем, у меня сдача была в лесополосе, и мы занимались контурничком, я вставала на велосипед сама, я еще младше занималась, а они у меня бегут, бежали. Занималась, я не знаю, если, я вот такой человек, если мы чем-то начали заниматься, все, это не будет вот так одноразово. Если вы пошли, она пришла ко мне, говорит, я буду заниматься, купим ему кимоно. Я говорю, я покупаю кимоно с теми условиями, что будешь ходить и не бросишь никогда. Все у нее будет по сиденьям. Вот такие у нас условия, договор такой был. Мы занимались, мы ее поддерживали. Допустим, я вижу, допустим, что-то того, кто хочу, туда-сюда, туда хочу. Мы руки не обилали. Нет, хотите, давайте пробуем. Получится. Все, вот так вот, поддерживали во всем, во всем поддерживали. Идею создания клуба вы также поддержали? Я до сих пор поддерживаю. Конечно, все влаживаю, что можно, все влаживаю сюда. Советую сюда, где-то съездим, посмотрим. Я везде с ней. Я, когда с ней, я, не знаю, мне это нравится, со мной. Надо будет мое кончайство. Как вы думаете, играет ли вот такую роль для тех, кто приходит заниматься в клуб, что руководитель клуба женщина? И причем не просто женщина, еще и дзюдоистка, еще и достаточно титулованная дзюдоистка. Вот сколько приходили мужчины, допустим, папочки, да, с мальчиками, их сначала это пугало. Женщина тренет. Так, ну что, ребят, я давай предлагаю задачи, чтобы там закончить. А когда приходят, посмотрят здесь, конечно, точно. Ну, тогда кто закончил, никто устал. Может, взять или шарм, а изначально, да. Кому-то, допустим, нет, кому-то, допустим. Да, титул это многое значило. Да, просто, допустим, спортсмены. А что-то все равно есть. А далее, как бы. Берем шарматы. Часы, российская, была одна. Это тоже нормально. Обычные шарматы. Ну, это тоже нормально. Сейчас уже нормально. Сейчас уже все идут, потому что я слышал, уже нет такого вопроса, что женщина или другая. Да, я просил помощь. Ты меня просил, да, помогу. А вот так вот, перекинуться из, как на ваш взгляд, удалось ли, вот, Анастасии, перекинуться из вот такой активной соревновательной спортивной деятельности, которой она занималась на протяжении многих лет, вот так вот сразу в тренерскую деятельность. Насколько вот этот переход ей дался удачно, на ваш взгляд? Ну, удачно это дался, удачно и тяжело. Я осужден двигаться, как тяжело, в плане, что как-то у нее главный админок, она шла к чему-то, стремилась, а сейчас резко это все оборвалось, и она сейчас воспламяет вот это вот все, переживание, это переживание, это переживание и это вот в ротишках. Вот здесь вот, я довольна то, что у нее все это получилось, потому что я не знаю, как состояние с того, как бы она вышла, если бы не тезло ей было. Очень тяжело, я очень переживаю за это, как она хочет все справляться. Ну вот, это помогло вот ей сейчас. Потихонечку, да, улыбается, она уже, да, это что-то она, ну, дома она прогулась, она прогулась очень, каждый день что-то новое записывает, все, есть планы все. Ну, получается, вот этот творческий труп, то есть талант творчества у нее с детства такой, да, вот она в детстве что-то тоже, чтобы у вас. Да, 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 это мы сейчас заменим на другую зеленую, да. Если вы хотите зеленую, я вам сейчас вам виду. Да, зеленую. Обратили вам свое творчество, все это совестили сейчас. Я думаю, не плохо встречается. Ну что, Анастасия, вот я и у вас в клубе, мы буквально недавно с вами виделись на одном спортивном мероприятии и договорились, что я к вам приеду в клуб. Мне очень приятно находиться здесь у вас в клубе и вообще видеть ваш этот энтузиазм. Ну и, конечно, первый вопрос, почему вдруг вы вот решили сами создать свой клуб единоборств и самостоятельно пойти в такое, скажу, непростое плавание? Ну, для меня всегда, мне всегда нравилось что-то создавать, как бы, и своими руками это творчество мне всегда нравилось. Мне нравилось сочинять сейчас стихи, песни. Мне нравилось такое, что это свободное, именно независимое что-то. Вот, мне хотелось всегда создать для детей то, чего не было у меня. Я всегда была в большом спорте, у меня только тренировки, только учёба, только тренировки. Всё, больше у меня ничего не было. И когда мы были, например, в лагере с другими детьми, мы были спортивным отрядом, другие детишки, как обычные дети приезжали туда, и они всегда выступали на сцене, всегда мне очень тоже хотелось, но так как у нас не было времени из-за тренировок, всегда мы это пропускали на предприятии. И для меня как бы было, детишки отвлекаются, и для меня как бы всегда было интересно что-то новое. Уже всё есть, всё создано. И вот то, что касается школы, в школе нужно работать, например, по программе какой-то определённой. Где-то в сборной уже план написан тренировочный, и ты не сможешь как бы творить. А здесь у меня есть возможность воплотить в жизнь то, что всегда о чём я мечтаю. Например, шахматы и дзюдо – это что-то интересное. Например, актёрское мастерство и дзюдо – это тоже. Это я хочу раскрыть в ребёнке весь потенциал, что у него есть. Но ведь не каждый может быть чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Для меня самое главное развитие и развитие всестороннее. Например, если ребёнок приходит ко мне, то он должен видеть что такое, например, музыка, что такое спорт, дзюдо, что такое искусство. Я хочу показать детям, что на борьбе всё не зацикливается, как у нас была всё борьба, только дзюдо, только спорт высших достижений, медали только золотые, как бы всё было по максимуму. Но всё-таки на этом всё не заканчивается, на медалях есть жизнь и за ковром, как говорится. И я хочу сразу детишек приучить к тому, что мы не только спортсмены. Почему Волк? Ваш клуб называется Волк. Всё-таки Волк – это такое достаточно хищное животное. Ну, Волк вообще изначально у меня ассоциируется с семьёй. Ну, вот не знаю, у меня как-то с детства ассоциируется то, что он всегда защищает, всегда за свою семью, он всегда, например, там, сказал, значит, сделал. Волча стая. Да, и, во-первых, в Волча стая я хочу создать в своём клубе семью, которая будет друг за друга. Ребята, например, на соревнования мы приезжаем, чтобы была поддержка. Например, там вот на тренировки они приходят сюда, там другой клуб, например, чтобы они поддерживали друг друга. Ну, так-то, в принципе, это и происходит. Уже работает, и мне это нравится. Ребята всегда, там, например, один себя плохо ведёт, раз, там, сразу давай нормально, всё хорошо, что было. Потом где-нибудь там кто-нибудь, например, заплакал, а есть у меня просто маленький, совсем четыре годика тренируется, там, пять-шесть лет. И вот ребята постарше уже подходят, успокаивают, что случилось. Мы с ними разговариваем всегда. И вот друг за другом. Клуб открыт буквально недавно, ему 3-4 месяца, да? Как вот эти первые ощущения всё-таки из большого спорта, даже ещё не совсем, закончив с большим спортом, переключиться на вот такую вот административно-творческую и тренерскую деятельность? Как вот удалось? Ну, как-то я думаю, что играючи больше. Ну, потому что, если ты был, как бы, спортсменом, у тебя всё, постоянно всё по полочкам разложено, у тебя есть дисциплина. Ну, я ещё и творческий человек, мне это само помогло. Вот. Ну, и вообще в 2014 году, это 10 лет назад, тактически, когда я ещё училась в училище Олимпийского резерва, я сразу сказала, что у меня будет фойку. И я там как раз-таки делала картину, она висит сейчас на входе, вы можете потом смотреть, ну, из бисера я выкладывала её, вот, из стразов. И там два волка. Вот. И, в принципе, тогда-то и пришла идея назвать именно вот волк. Ну, и переход такой оказался, в принципе, несложный для вас, потому что вы уже, я так понял, ну, это было уже давно у вас, эта мечта и идея. Да, идея была давно, как бы, да, получилось всё вот просто вот, раз и получилось. Разговаривал я с вашей мамой, познакомился, и она у нас, мне вот понравилось, она сказала, что мы всегда поддерживаем все инициативы дочери. Она не обманула меня? Нет. Они, если бы не родители, вот знаете, у меня папа, например, в этом зале работал, вот что мужчина мог сделать в этом зале, всё сделал папа. То есть, ремонт, там, стену, полы, даже ковёр мы ложили вместе с папой сами. Мама, всё, что касается уборки, всё, что касается облагораживания зала, до сих пор она мне даёт идеи, как нам что здесь преобразить. И, конечно, если без родителей, естественно, этого бы не произошло бы, наверное. Или если произошло бы, то не так всё чётко, идеально и главное. А вообще родители вас всегда поддерживали, вот, с детских времён, я имею в виду, когда вы только выбрали, мама немного рассказала, что вы сказали, что мам, всё, вот дзюдо и всё, больше мне ничего не надо. А всегда поддерживали ваши, вот, такие, с детства вас поддерживали? Да, во всём, что бы я ни захотела. И помогло ли вам это вот добиться, благодаря этому стать такой, как вы сейчас? Конечно, это же дисциплина, а на дисциплине всё стоится. У нас было, хоть как бы, ну, они за, как говорится, мы за любой кипиш, вот, куда захочешь, туда и будешь. Но это касалось только непосредственно вот, либо школы, либо спорта, либо, ну, вот я ещё в музыкальный ходила. Ну, каких-то увлечений, таких, которые развивают человека, да? Да, именно в плане развития, да, всегда, ну, вот даже если бы не мама, я бы не осталась в этом спорте, потому что я уже бросила, далее, там, тренер ко мне позвонил маме, говорит, нужно выступить на соревнованиях. Ну, и я подошла к маме, что делать? Мама мне говорит, вот, если тренер позвонил, значит, что он тебе что-то видит, если бы не те слова мамы, как бы, ну, ничего бы не было сейчас. Понятно, что далеко загадывать ещё так тяжело, ну, ну, всё-таки будущее скрыто, да, от нас, но всё-таки, как вы вот представляете себя как тренера и это первое, второе, ну, вообще вот свой клуб, какой он вот может стать? Каким он может стать? Ну, во-первых, что касается именно детского спорта, я хочу, чтобы именно мой зал стал домом для тех детишек, которые придут ко мне, чтобы мы вместе развивались, для более старших ребят, кто захочет, ну, профессиональный спорт, уже большой спорт. Я думаю, что и как профессионал, ну, тренер-профессионал, и как тренер детский я, в принципе, смогу их довести до определённого уровня. Вот, я смотрю, во-первых, на медали, да, медали, как бы, они важны, но и нельзя оставлять то, что вне спорта тоже, ну, то есть, всестороннее развитие. А откуда вы черпаете вот эти знания? Ну, понятно, что большой спорт, вы только-только вот даже ещё не совсем из него вышли, у вас есть какое-то представление, да, а вот всё-таки уже достаточно много времени прошло от детского вот этого забавного спорта, да, так назовём, от этой забавы. Откуда вы берёте знания, как вот с такими детьми работать, что им хорошо, что им просто, это какое-то чутьё. Ну, вот я вот посмотрел, как вы, ну, как вот с маленькими детьми, там, это как-то от женского начала идёт, что ли? Я думаю, скорее всего, да, потому что, ну, конечно, у меня есть физкультурное образование, педагогическое и менеджмент образования у меня тоже есть, как бы, управление. Я думаю, что да, всё-таки девушка чувствует ребёнка лучше. Ну, может быть, я не хочу говорить, что мужчина тренер для детей это нет, ну, это нет, такое я не скажу. Тут зависит от человека. Он либо чувствует, либо не чувствует. Мне нравится очень работать с детьми. Ну, у меня был опыт, у нас вот в Солнцево ещё есть клуб, там я работала тоже тренером. Вот, в 2017 году, в 2016 году я начала работать с детьми. Тогда мне было очень сложно и непонятно вся эта система подготовки. Я не знала, что с ними делать, я хваталась за голову. Сейчас у меня есть чёткое представление. Иногда, конечно, я их сдерживаю, ребят, для того, чтобы, я думаю, что это будет для них тяжело, сложное задание, а потом всё-таки рискую, и у них получается, знаете, это просто что-то, такие эмоции положительные, и когда ты понимаешь, что ты в правильном направлении двигаешься, это просто круто. А что сказали подруги, которые из спорта ваших, когда узнали, что вы открываете, какое их мнение было, если такое вообще было? Да, ко мне приезжали друзья на открытие клуба, они поддержали меня, говорили, вот, как классно, молодец, у меня такие друзья доброжелательные, все остальные знакомые, ну, знакомые, я не спрашивала их мнения, в принципе, у меня никогда не было интересное чужое мнение, те, которые близкие люди, конечно, они прям поддержали, до сих пор там на все каналы подписаны, они, между прочим, тоже дают идею, а может быть вот здесь вот так, а может быть так, как бы все очень тепло реагируют на то, что мои тренеры тоже приезжали на открытие, Павел Владимирович Кунтиков и Павлов, Денис Александрович тоже, и Юхарев Сергей Сергеевич приезжали на открытие, как бы мне было очень приятно, что они меня поддержали, это очень-очень классно. Ближайший план, вот на ближайшее будущее, что планируется в вашем клубе, понятно, я уже увидел, у вас есть, так сказать, направление широкое, ну, что-то еще. Что именно, еще я хочу ввести, есть такое семья и дзюдо, вот, я хочу это направление ввести, то есть родители вместе с детьми приходят, тренируются. И сейчас работаю над проектом «Семья и самбо», вот, потому что это настолько вот меня вдохновили Крещук Юрий Александрович, он сейчас у себя в Сергеев-Пасаде проводит подобные соревнования «Семья и дзюдо», я вот недавно была на их мероприятии, там собралось 150 семей, представляете, вот, и это меня вдохновляет, и как бы я уже давно приезжаю на соревнования, сначала этот масштаб был не таким большим, далее развивался, развивался, сейчас это прям на очень высоком уровне, и я хочу себе в клуб это направление. Я вот именно, ну, у нас уже получилось, у нас были, значит, веселые сорты «Семья чемпионов», вот, у нас родители и детишки приходили, собралось, что прилично для нашего клуба приличного участника, вот, мы уже провели такие соревнования небольшие, вот, и я думаю, что родители заинтересуются и будут приходить тренироваться вместе со своими детишками. Я думаю, что будет очень все грандиозно, мы к этому стремимся, чтобы именно детишки нашей деревни могли поучаствовать в чем-то новом. Я, навряд ли здесь что-то есть подобное, я не хочу обидеть никакие другие клубы и так далее, но я думаю, то, что мы сейчас создаем, этого здесь точно никогда не было. Клуб единоборств. Конечно же, кто смотрит и хотят прийти, они в первую очередь что видят? Смотрят название «Волк», понятно, а там написано еще «Анастасия Поликарпова». Ага, женщина, девушка, что там, кто, единоборство, при чем тут, потому что, ну, всем понятно, что единоборство и девушка. Как реагируют вообще родители и люди, кто приходят к вам? Ну, вот знаете, если вы заметите, внизу у нас висит табличка «Клуб единоборств Анастасии Поликарповой». Да. Вот, изначально я думала, что все-таки сделать на имени, потому что у нас сейчас все родители пользуются интернетом, а там выходишь, набираешь там Википедия, все обо мне, видео и так далее. Я думала сыграть на этом же, для рекламы, вот. И потом как-то начала, я сама раздаю листовки, как бы, ну, все, что здесь происходит, я стараюсь делать сама. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот, и я общаюсь непосредственно с людьми на улице, вот. И, значит, я подъезжаю, как-то к человеку, с ребенком он идет и даю, например, ему листовку. И он такой, а это то, что вот там, в этом клубе, я говорю, да, ну, нас смущает, там, девушка, я говорю, знаете, я говорю, девушка, которая, девушка, которая добилась таких успехов в спорте, говорю, не может быть плохим тренером, плохим руководителем. Я говорю, если хотите, приходите, у нас есть тренер-мужчина по боевому самбо и армейскому рукопашному бою, можете заниматься у него. И когда я услышала вот такие подобные отзывы, я подумала, нет, все-таки нужно включать название «Волк», чтобы уже как-то, ну, мое имя, как бы, не звучало нигде, а именно звучала «Школа Волк». А там уже, когда начинают интересоваться, кто тренер, некоторым важны регалии, некоторым не важны регалии. В преддверии новогодних праздников, ваши пожелания и своим воспитанникам, кто у вас в клубе занимается, и всем вообще, кто занимается тюдо во всем мире. Ну, как всегда, здоровье. Здоровье, развитие, творческого развития, физического, должен быть баланс. И чтобы был этот баланс, человеку нужно постоянно двигаться и развиваться, неважно какой возраст, дети, взрослые. Если мы остановились, то все, движение – это жизнь. Поэтому я желаю всем развития, творческого, либо в какой-то другой сфере. Ну, и никогда не сидеть на месте, всегда двигаться вперед. В принципе, до этого могу пожелать. А своим волчатам я желаю, чтобы они немножко внимательно слушали. Вот. Ну, я не могу запретить детям радоваться, правильно? Они всегда приходят на тренировку. У нас есть, конечно, отметки за поведение. И я понимаю то, что если он не будет веселиться, здесь энергию все отдавать, ему не будет интересно. И поэтому я допускаю то, что они здесь у меня… Как мы называем, детские шалости. Да, детские шалости, но это в определенное время. Есть у нас там 15 минуток, когда ты можешь постоять на голове, там, поделать что хочешь, покричать, покувыркаться и так далее. Но остальное время, естественно, они у меня занимаются именно дзюдо. Ну что ж, спасибо, Анастасия, что вот у меня получилось так к вам приехать, что вы меня позвали к себе. Я надеюсь, что те, кто посмотрит наш небольшой видеорепортаж, узнают немножко больше, узнали немножко больше о вас, о вашей деятельности, о клубе. И те, кто в этой окрестности живет, в Ямонтово или в ближайших окрестствиях, заглянут сюда и, может быть, присоединятся к развитию гармоничной личности. Так что вы смотрели «Планеты дзюдо». Я Роман Карасев и Анастасия Поликаркова. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.